Народный артист России Юрий Горобец свое 80-летие отметил по-домашнему, в кругу семьи. Но и для публики приготовил подарок – бенефис. Юрий Васильевич вышел на сцену родного МХАТа имени Горького в пьесе Островского «Красавец-мужчина». Еще одна заметная роль в галерее ярких образов, созданных актером на сцене и киноэкране. Более шести десятков ролей в кино и более двух сотен в театре. Таким послужным списком может похвастаться не каждый артист. О киногероях Юрия Горобца критики говорили, при внешней сдержанности они невероятно лиричны и душевны. Всесоюзную славу Юрию Горобцу еще в 72-м принес один из первых советских сериалов «День за днем». В 17-серийном спектакле не было грандиозных событий, острого сюжета, просто судьбы обычных людей, живущих в коммуналке. Я тебя люблю. 23 года Юрий Горобец отдал МХАТу имени Горького. И вот готовится к очередному бенефису на родной сцене. Играет в спектакле «Красавец-мужчина» по-островскому. Драматическую классику артист не просто любит, боготворит. Авторы тогда, они были ближе к самой природе искусства. Искусство еще такое. Это нести какое-то светлое, вечное, разумное, нравственное. Своего Наума Федота Челатохина Горобец не случайно называет волшебником. С его приездом жизнь семейства меняется к лучшему. Благодаря проницательному и мудрому дядюшке рвется сеть интриг и разоблачаются заговоры. Судро, вечер, мудрее. А пока вот сядем, да потолкуем. Нос. И зачем вы сюда пожаловали? Впрочем, Латохиным список любимых ролей не ограничивается. Домхата имени Горького Юрий Горобец, выпускник ГИТИСа, служил в Ярославском и Одесском театрах, в столичных имени Пушкина и Маяковского. Везде были яркие работы, удачные образы, подарившие любовь публике. У каждого есть актер, из-за которого человек идет в театр. Вот Юрий Васильевич Горобец, тот актер, из-за которого, как вот сегодня мы сидим, смеемся, хлопаем, думаем каждый о своем и о нашей жизни и так далее. Вот он тот актер, великий актер, русский, поразительно русский актер, из-за которого мы идем в театр. Говорит, в театре нельзя бояться сложностей. Есть у Юрия Горобца и свой секрет обращения с любой ролью. Как-то так сразу взять, без всяких таких, сходу как-то характер, так цепнуть его и без какого-то анализа, что ли. Потом уже пошло, когда материал вошел. Этим подходом давно заслужил уважение коллег по цеху. Вы выдающийся художник, поэтому мне кажется, что можно так о нем сказать. Сейчас на сцену МХАТа имени Горького Юрий Горобец выходит в спектаклях «Зойкина квартира», «Без вины виновата» и «Васса Железнова». Но, конечно, как любой артист, продолжает мечтать о ролях новых. Ксения Ильиных, Андрей Тарасенко, Александр Капустянский. Новости культуры. Ксения Ильиных, Андрей Тарасенко.